Также шейх не сказал Сказал Нету в нем разногласий Приемлемых Почему? Потому что разногласия Могут быть Приемлемые разногласия С которыми считаются Которым нужно уделить внимание А есть разногласия с которыми не считаются И даже сквозь пальцы просто пропустить Это все Однако в наше время мало кто на это внимание Уделяет Когда людям говорю, что в этом вопросе разногласие Здесь нужно учесть Это разногласие приемлемые или нет Приемлемые или нет Один из наших братьев рассказывал историю Один человек постоянно Какой вопрос он не спрашивал Отвечая на вопрос В этом вопросе разногласия Однажды у него когда спросили О существовании Всевышнего Аллаха Он сказал в этом вопросе разногласия До чего это довозит Брат тоже рассказал про человека Который делал какие-то дела которая противоречит шариату и говорит, я это делаю, чтобы фитны не было, я это делаю, чтобы фитны не было. Что в конце концов к чему привело? Что в Новый год бутылку шампанского они открыли со словами, чтобы фитны не было. Поэтому эти вещи нужно уделять им внимания. А что значит разногласие приемлемое и неприемлемое? Во-первых, приемлемым разногласием считается то разногласие, которое существует между учеными. Не такое разногласие, которое, допустим, я говорю, что только один Аллах Суханна Хваталя достоин поклонения. А мой сосед Вася говорит, что еще и иконке можно поклониться, что такому-то можно такому-то святому свечку поставить. И можно пойти такому-то шейху жертвоприношение принести, другой мой сосед Мухаммад говорит. И у нас разногласие, это действительно приемлемое религиозное разногласие? Мы говорим, приемлемое или нет? Нет. Это разногласие между обычными людьми. Однако, что касается разногласия, с которым считается, оно должно быть между учеными и более того, между сподвижниками посла Николая Суханна Хваталя. Если сподвижники в каком-то вопросе были единогласны, а те, кто пришел после них, противоречат им в этом, то мы не считаемся с такими разногласиями. Мы следуем сподвижникам. Также приемлемым разногласием считается то, на которое есть довод. Если у обоих сторон есть довод. Если у одной стороны есть довод, Далиль из книги Всевышнего Аллаха и Сунны Его Посланника, а у второй стороны нет, то с таким разногласием мы тоже не считаемся. И не каждое разногласие считается приемлемым, кроме того разногласия, на которое есть довод. Продолжение следует...